С 1 мая в Ненинском округе повышаются тарифы на авиабилеты местного сообщения. Соответствующее постановление было подписано управлением цены тарифов округа в конце марта. Повышение составит 10%. Эта мера – одна из пунктов антикризисного планирования предприятия. Полученные от авиаперелетов доходы не покрывают всех затрат. Частично недополученные доходы компенсируют окружной бюджет. Остальную часть предприятия будет получать за счет увеличения тарифов на авиаперевозки. Для того, чтобы сохранить возможность людям перемещаться, пользоваться услугами авиатранспорта, для того, чтобы не сокращать количество рейсов, чтобы была доступность авиаперевозок, было принято такое решение. Это уже второе повышение цены авиабилеты в этом году. Первое было в январе. Общее повышение составило 20%. Удорожание тарифов коснулось городского и водного транспорта. Пока одни повышают тарифы, другие хотят увеличить производство. Ненецкая агропромышленная компания ежедневно выпускает 9 наименований продукции. Всего в день на ренмарские буренки дают около 5 тонн молока. Но этого не хватает. Продукция АПК нарасхват. Буквально через полтора часа после завоза прилавки с местной молочкой пустеют. Увеличить производство можно, но для этого необходимо увеличить дойное стадо. Вера Мигунова проработала на ферме агропромышленной компании оператором машинного доения более 30 лет. Всего на комплексе трудится порядка 50 человек. 16 из них, как и Вера Викторовна, операторы. Большинство коллектива – люди с опытом. Молодежь неохотно идет работать в сельское хозяйство. Не устраивают условия труда. На моей группе сейчас 45 голов дойного стада, 740, бывает и 800, когда колеблется. От кормления зависит. Как накормят, так и подоим. Все же молоко на языке. Жирность молока и удои зависит от кормов. Сейчас буренок кормят сеном и сеножом, которые заготовили еще летом, а также комбикормом. Всего на комплекс в день уходит 6 рулонов по 500 килограммов сена в каждом. Вот только качество могло быть и лучшее. Чтобы его повысить, ненецкая АПК засеивает луга. В прошлые годы сеяли донник. В этом году овсяницу злаковую и аспарцет бобовую. Новые культуры должны повысить надои. Сейчас ежедневно на АПК получают около 5 тонн молока. Но сырья для изготовления местной молочки не хватает. Наша продукция реализовывается в течение полутора часов, как правило, которая попадает в торговлю. Но будем говорить так, в торговлю мы ежедневно где-то выпускаем в пределах тонны 800 молока. Творога в городе практически нашего нет. 100 килограмм, не больше мы продаем. Спрос на продукцию компании резко возрос после введения субсидий. Сейчас литр молока в магазине стоит 50 рублей. А по себестоимости в 2014 году – 76 рублей. Пока местные производители могут обеспечить население молочной продукцией только на 38%. А молоко – это один из самых необходимых продуктов, как для детей, так и взрослых. Многие годы сельское хозяйство развивалось по остаточному принципу. Сейчас власти намерены изменить курс. В Министерстве сельского хозяйства рекомендовано главам регионов обратить особое внимание на производителей молока. Планируется также создать благоприятные условия как на региональном, так и федеральном уровнях для увеличения производства. Ненецкая АПК уже в скором времени сможет поднять свою планку. В этом году дополнительные мощности у ГУПы появились в селе Оксино. И туда планируется инвестировать больше, я так понимаю, где-то 10-12 миллионов рублей. Поэтому надеемся, что на следующий год у нас будет все-таки прибавка по увеличению, в том числе молочной продукции. Планируется, что из населенного пункта в окружную столицу будет поступать сразу готовая продукция. Творог и молоко. Так, затраты на транспортировку будут ниже. Увеличить количество сырья планируется и на основной ферме, на факеле. Но для этого необходимо строительство нового корпуса. Когда будет решено вопрос про финансирование, но в лучшем случае это через год. В лучшем случае. Все будет зависеть от финансирования. Сама агропромышленная компания однозначно не сможет произвести реконструкцию. Когда удастся произвести реконструкцию, дойное стадо можно будет увеличить до 500 голов, а ежедневные удои вырастут до 8 тонн. Это позволит повысить процент обеспеченности населения местной молочной продукцией.